В эфире новости на шестом канале студии Валерия Саенко. Здравствуйте. Источник загрязнения Нерли до сих пор не выявлен. Об этом сообщают сразу два ведомства Роспотреб и Росприроднадзор. Пробы, взятые 12 декабря из реки, соответствуют нормам. Результаты еще нескольких исследований самого водозабора надзорные органы обещают озвучить в понедельник. Можно ли не платить за воду запах и МИК контролирует ее качество? Оксана Любимова расскажет подробнее. Жительница Доброго Юлия уже три дня вынуждена покупать питьевую воду. Пользоваться той, что течет из крана, в квартире на Суздальском проспекте девушка не рискует. Говорит, сегодня неприятный запах меньше чувствуется, но даже кипятить такую воду все равно страшно. По сообщениям из соцсетей, бутилированная негазированная вода в последние дни стремительно разбирается в супермаркетах спального района. Попытка набрать воду сразу в двух аппаратах автоматического разлива тоже оказалась неудачной. Нет воды ни в одном, ни в втором аппарате. Что с водой происходит? Ну, какого-то непонятного цвета, мутного, белого. И воняет она жутко. И сегодня пахнет? Ну, сегодня меньше, но пахнет. Готовить на такой воде невозможно. Мыться, я даже боюсь мыться, у меня и так аллергия с этой водой еще хуже. Лаборатория Нерлинского водозабора уже три дня работает в усиленном режиме. Качество уже очищенной воды вместо шести раз в сутки проверяют каждый час. Кроме того, сегодня сотрудники выезжали по 60 адресам и брали пробы в квартирах. Вчера пластиковых бутылок с водой, взятой из квартир на разных улицах Владимира, было еще больше. Нам звонят, мы составляем акт отбора, выезжаем, договариваемся, выезжаем, отбираем воду и привозим в лабораторию. Каковы результаты этой воды? Результаты все удовлетворительные. Речку и РЧВ, резервуар чистой воды, мы отбираем ежечасно. На запах и остаточный хлор. Каждые два часа мы отбираем на цветность, мутность, алюминий, пермогонатную окисляемость. Аммиак. Каждые четыре часа дополнительно к этим анализам еще смотрим железо и нитриты. Тем не менее, по предписанию Роспотребнадзора, Владимирский водоканал организовал подвоз питьевой воды к учреждениям социальной сферы. В качестве подтверждения того, что водопроводная вода стала лучше, представители МОПа говорят о значительном сокращении количества заявок от школ, больниц и детских садов. Водоканал осуществляет доставку питьевой воды из Судогодского водозабора к детским садам, школам и больницам города Владимира. Вчера это было 36 учреждений. На данное время пока поступило три заявки на завтра. Это три школы. По словам представителей водоканала, сейчас обеззараживание воды на Нерлинской станции проходит в штатном режиме. Воду очищают в несколько этапов. Специальные реагенты добавляют в водовод, который подходит из реки. Дальше воду отстаивают и фильтруют. Ну, чтобы обеспечить, предотвратить, вернее, развитие болезнетворных бактерий непосредственно в самих сетях в городе, мы добавляем еще немного обеззараживающего агента. Усиленные меры, они уже снижены. То есть мы предпринимали все необходимые мероприятия для того, чтобы предотвратить вот ту ситуацию, которая случилась. Сейчас все работает в штатном режиме. Все необходимые документации о том, что мы обнаружили отклонение в качестве поступающей воды, мы своевременно передали в необходимые инстанции. Однако выяснить причину загрязнения воды в Нерли и, самое главное, определить вещества, которые были сброшены в реку, надзорным органам до сих пор не удалось. Результаты проб, которые были взяты Росприроднадзором 12 декабря после сообщения от Владимирского водоканала о запахе навоза от воды, уже готовы. И, судя по информации этого ведомства, выяснить, кто же сбросил в реку загрязняющие вещества, будет непросто. Скорее всего, на момент взятия проб грязная вода или уже вся прошла через водозабор, или утекла вниз по течению Нерли. Обследования проводились на участке от границы с Ивановской областью до водозабора. Так как был присущ запах навоза, мы пробы обирали на содержание аммонии иона. И по результатам исследований получается, что показатели аммонии иона находятся в пределах предельно допустимых концентраций. То есть получается, что сейчас уже не получится выяснить причину этой ситуации? Ну, к сожалению, нет. Так установить, кто именно, не представится возможным. В Роспотребнадзоре тоже назвать причину неприятного запаха еще не могут. Пока только констатируют, что вода с Нерлинского водозабора по химическому составу соответствует нормам. На данный момент питьевая вода безопасна. В некоторых случаях еще встречается неприятный запах в некоторых районах. Со временем должно все пройти. Если бы они не обезопасили нас хлором, мы бы могли иметь сейчас вспышку. В лучшем случае кишечную. Пролить свет на эту мутную историю смогут результаты микробиологических проб воды. Их Роспотребнадзор обещает озвучить в понедельник. А еще в ведомстве сообщили, что в таких случаях жители могут требовать от Владимирова Доканала перерасчета за некачественную услугу. Подробную инструкцию можно найти на сайте Роспотребнадзора. Оксана Любимова, Дмитрий Журавлев, 6 канал. В споры за долгов. Газпром и управляющие компании Владимира не могут договориться. Речь идет об оплате газа для крышных, котельных, многоквартирных домов. За голубое топливо управляющей компании задолжали ресурсоснабжающие организации около 15 миллионов рублей. Газовики обратились в суд и уже пожаловались властям и в надзорные органы. Если это не поможет, дочка Газпрома может приостановить подачу газа. Стоит ли паниковать жителям? Расскажем далее. Отоплением пользуются, а за газ не платят. Только в одном Владимире за поставку газа для крышных, котельных, многоэтажек управляющие компании задолжали порядка 15 миллионов рублей. Речь идет о 40 управорганизациях города. Кто-то не оплатил всего за месяц, кто-то не платит по счетам уже полгода. Эта цифра, она не статичная, она ежедневно изменяется, поскольку, во-первых, сейчас отопительный сезон и постоянное потребление газа происходит. И платежи управляющими компаниями свершаются. Но, к сожалению, в большинстве случаев не в том объеме, который предусмотрен. Воздействовать на злостных неплательщиков газовики решили через надзорные органы и городские власти. Ресурсники заявляют, если долги не закроют, подачу газа в котельные могут вообще приостановить. Управляющие компании парируют. Откуда им взять деньги? Задолженность за газ образовалась и за собственников, которые не платят по счетам. Крышные котельные строят только в новых домах. А квартиру в новостройке многие используют как инвестиции. Собственники могут проживать в других городах и даже за границей. Вот за газ и не платят. Этот дом на Нижней Дуброве сдали только в 2017 году. А задолженность по коммунальным платежам здесь уже перевалила за миллион рублей. У ресурсоснабжающей организации договор именно с управляющей компанией. То есть между двумя юридическими лицами. Я представляю интересы собственников и оплачиваю платежи в соответствии с тем, как мне платит население. Если население задерживает платежи по каким-то причинам, а причин очень много. Мы постоянно ведем работу по взысканию этой задолженности. Но это приличное время. Доходит до полугода, чтобы долг вернуть. А за это время, за время разбирательства эти полугодичные, накапливается следующий долг. Чтобы коммунальные платежи от собственников квартир в новостройках поступали вовремя, дом должен полностью заселиться. А для этого нужно время. Вот и получается, что за газ не платят одни, а страдают другие. После объявления о том, что газ в котельных могут отключить, жители массово пошли жаловаться в управляющие компании. Там заверяют, без тепла среди зимы никого не оставят. Очень болезненные люди реагируют на эту ситуацию. То есть о том, что они задают вопросы, куда же идут их деньги, это само собой. То есть мы разъясняем населению, сколько потребили газа, сколько получили за газ от населения, сколько передали ресурсоснабжающей организации. Зачастую складывается такая практика, что мы получили от населения запотребленный газ одну сумму, а передаем ресурсоснабжающей организации большую сумму, чем, по сути дела, к нам вступила. Решить проблему, уверяют в управкомпаниях, могут прямые договоры. Это когда сами жители заключают договор с газовой службой и платят деньги за отпущенный газ напрямую, выключая из этой цепочки управляшку. Но газовщики поясняют, котельные на балансе у них не стоят. По прямым договорам газ поставляется только на газовые плиты и газовые колонки в квартирах. В домах же с крышными котельными газ нужен для иных нужд, за которые отвечает не «Газпром», а именно управкомпания. Отопление горячего водоснабжения зависит от систем, не связанных напрямую с газоснабжением внутри дома. То есть это отопительные системы, условно говоря, трубы для подачи горячей воды в квартиры жильцов. Поддержанием этих систем в работоспособном состоянии занимается как раз-таки управляющая организация. Как дальше жители будут платить за газ в крышных котельных, покажет время. Вопрос уже выносили на совещании в управлении ЖКХ. Ясно одно, без отопления зимой люди не останутся. Управляющие компании пообещали газовикам полностью рассчитаться с долгами к 1 января 2019 года. Никита Каргаев, Валерий Саенко, Артем Горчаков, 6 канал. Чтобы праздник не обернулся трагедией, сотрудники МЧС в преддверии Нового года взялись за проверку магазинов пиротехники. Изучают документы, общаются с продавцами и смотрят за пожарной безопасностью. Только во Фрунзенском районе Владимира уже открылись 4 специализированных точки по продаже фейерверков. Это не считая крупных торговых центров. Откуда везут пиротехнику и безопасно ли ее покупать? С проверкой сотрудники МЧС обходят все пиротехнические магазины. Торговые точки с фейерверками перед Новым годом появляются на каждом шагу. В этом фургончике товары еще даже не разгрузили. Документов на продукцию пока нет, пожарную сигнализацию не сделали. А если начнется пожар, даже потушить его продавцы не смогут. Ничего-то у вас немножко не тушить, не такой себе. Да, старенький. Надо заменить. Да, скажешь руководитель, что он должен какой-то соответствовать. Надо заменить, потому что он уже не сработает. Штрафовать эту торговую точку сотрудники МЧС пока не будут, ведь работать она не начала. Продавец уверяет, огнетушитель заменит. Сигнализацию поставят уже сегодня, а документы на фейерверке вот-вот привезут. Как работать с пожароопасным товаром знают. Такие вот сюда, которые сам так и более безопасны, как на пушке, все остальное. Более крупные, более серьезные товары, вот на этих полках. То есть я никуда не выхожу, а все короткие там не будут, они будут ходить с подстоложами. Потому что ни ребенок, ни кто-то не мог достать. Ну здесь сухое место, понятно. То есть никаких огнеопасных не зажигалок, ни что-нибудь. Рейд по магазинам пиротехники профилактический. Сотрудники МЧС каждый день мониторят новые точки продажи фейерверков. В первую очередь из соображений безопасности. Проверяют, знакомы ли продавцы с инструкцией, есть ли средства пожаротушения и документы на товар. Основные нарушения это то, что руководители не проходят обучение по программе пожарно-технического минимума, то есть не обучены. Иногда встречаются случаи, что отсутствуют сертификации на продукцию. Ну просто на момент проверки не были, на месте, на торговой точке, но потом привозят, довозят, появляются. Ну основные нарушения это требования к путям эвакуации и хранения перетехнических изделий. В этом магазине к новогодним праздникам уже готовы. Спросом пользуется все, особенно у детей. Только вот продавать пиротехнику можно лицам от 16 лет. Школьники приходят в магазин за петардами без родителей и уходят ни с чем. Это часто. Они на нас обижаются, они на нас ругаются. Но без родителей, без взрослых не продается. До 16 лет нет. Только с паспортом. Кстати, о самих фейерверках. Под русскими наклейками скрывается китайский товар. Любой салют на Владимирских полках родом из Поднебесной. У нас в стране делают только хлопушки и бенгальские свечи. Для более серьезных новогодних стрелялок, как говорят специалисты, климат не подходит. Слишком влажно. Воздух в производственных помещениях, конечно, можно сделать суше, но это усложнит производство и отразится на цене. А ведь уже сейчас бюджетный фейерверк стоит не меньше тысячи, а салют премиум-класса может обойтись и в 40 тысяч рублей. Цена, количество топов всегда, она от мощности. Мощнее, тем выше, соответственно. Разброс диаметра разрыва больше. Высота, наверное. Высота, да. Популярностью у владимирцев пользуется все от дешевых петард до дорогих салютов. А вот что касается соблюдения правил безопасности в самих торговых точках, во Фрунденском районе сотрудники МЧС сегодня проверили 4 магазина пиротехники. Претензий к их работе не возникло. Валерия Саенко, Арсём Горчаков, Шестой канал. А сейчас коротко о других новостях. По ситуации с больницей Струнино может быть возбуждено уголовное дело. В федеральном телеэфире накануне прошла информация, что поставленные президентом сроки ремонта объекта срываются. Местные жители жалуются, что здания райбольницы и детской поликлиники не оснащены современным медоборудованием, что больницу перестали снабжать медикаментами, и гражданам предлагают покупать лекарства за свой счёт. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома провести доследственную проверку. Следователи будут анализировать действия или бездействия местных чиновников, проверять доводы граждан. Если информация о нарушениях, в том числе финансовых, подтвердится, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас идёт процессуальная проверка. Территория Смыслов переезжает, Росмолодёжь работает над техзаданием по новой площадке. По словам первого замглава администрации президента Сергея Кириенко, форум нуждается в совершенствовании инфраструктуры и улучшении условий проживания. Кириенко также отметил, что из-за большого количества спикеров форум было бы удобнее проводить недалеко от Москвы. Всероссийский молодёжно-образовательный форум «Территория Смыслов» проводится в Владимирской области каждое лето с 2015 года. В прессе появилась информация, что на его площадку теперь может претендовать ВЛГУ. В Музее «Хрусталя» советские новогодние открытки любопытная выставка открылась в Гусь-Хрустальном. На ней представлено 18 новогодних поздравительных открыток советского времени из коллекции Владимира Судольского музея-заповедника. История новогодней открытки в России насчитывает более 100 лет. Советским людям нравились изображения животных, сказочных персонажей, пейзажей. Также популярны были карточки с кремлёвскими курантами, самолётами, новостройками. Выставка проработает до 21 января будущего года. Прямые выплаты. Пилотный проект под таким названием стартует во Владимирской области. За ним стоит фонд соцстраха. Что такое прямые выплаты страхового обеспечения? Кто теперь будет рассчитываться с работающими гражданами в случае их нетрудоспособности? Есть ли плюсы от введения электронного листка нетрудоспособности? Об этом говорим сегодня с управляющим региональным отделением фонда соцстрахования Алексеем Копиным. Алексей Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу первый вопрос. В чём особенность этого пилотного проекта? Для того, чтобы понять особенности пилотного проекта, нужно, наверное, напомнить нашим телезрителям о том, каким образом организованы выплаты пособий по социальному страхованию в настоящее время. В настоящее время региональное отделение работает с предприятиями и организациями нашей области по так называемому зачётному принципу. Пособие работающим гражданам выплачивает работодатель. в счёт начисленных страховых взносов в фонд социального страхования. А фонд социального страхования перечисляет лишь разность между суммой начисленных страховых взносов и размером выплаченных им пособий. При переходе на прямые выплаты пособие по социальному страхованию будет выплачивать уже не работодатель, а напрямую застрахованным гражданам выплаты будет производить территориальный орган фонда социального страхования на основании тех сведений, которые работодатель нам предоставит по своим работникам. По страхованию на случай времени нетрудоспособности и в связи с материнством работатели должны будут уплачивать страховые взносы в налоговые органы, поскольку они являются администраторами данного вида страховых взносов. По страхованию от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний выплаты будут производиться непосредственно в фонд социального страхования, так как администраторами являемся мы. Алексей Яковлевич, в чём преимущество пилотного проекта? Во-первых, работающему гражданину будет рассчитана сразу же полная сумма, причитающаяся ему пособие, и выплачено это пособие будет в установленные сроки и в полном объёме. Во-вторых, наверное, самое главное преимущество в том, что пособие будет выплачено независимо от того, в каком финансовом состоянии находятся его работодатели. Алексей Яковлевич, для работника как-то способ сбора документов и их предоставления изменится? Для работника никаких сложностей не будет. Работник, как и прежде, обращается с заявлением на получение пособия к работодателю и указывает в своём заявлении удобный способ получения для него пособия, либо на банковский счёт, либо почтовым переводом. Далее документ будет проходить следующим образом. Работодатель заполняет свою часть заявления, которые предоставил ему работник, и в течение пяти календарных дней работодатель обязан его представить в филиал регионального отделения по месту регистрации. Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности также будет лежать на работодателе, поскольку первые три дня нетрудоспособности оплачивает работодатель. Начиная с четвёртого дня временной нетрудоспособности уже назначение выплаты пособий производит фонд за счёт бюджета фонда. Как раз хотела об этом спросить. Какие пособия будут оставаться в видении работодателя, а какие будут у фонда социального страхования? Начиная с 1 января следующего года региональное отделение фонда социального страхования будет напрямую выплачивать следующие виды пособий. Первое – это пособия по времени нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. Пособия по беременности и родам. Пособия, которые назначаются женщиной при постановке на учёт в ранние сроки беременности. Пособия при рождении ребёнка. И ежемесячные пособия по уходу за ребёнком до достижения возраста полутора лет. А также плата дополнительного отпуска, которая предоставляется на лечение пострадавшему от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, в том числе оплату проезда к месту лечения и обратно. И, значит, также региональное отделение будет продолжать возмещать расходы предприятиям и организациям по следующим видам. Это выплата социального пособия на погребение, оплата четырёх дополнительных выходных дней по уходу за ребёнком инвалидом. И, кроме этого, региональное отделение будет возмещать страхователям произведённые ими расходы на профилактические мероприятия, направленные на снижение производственного травматизма. Все говорят об электронном листке нетрудоспособности, что это действительно удобно. А вот внедрение прямых выплат как-то изменит? Вы знаете, электронный листок нетрудоспособности довольно-таки неплохо продвигается на территории нашей области. Сейчас электронные листы выдают уже 77 лечебных учреждений. Уже выдано более 40 тысяч электронных листков нетрудоспособности. И мы сейчас также призываем всех работодателей активнее использовать получение электронных листков нетрудоспособности их работниками в лечебных учреждениях. Кроме этого, это облегчит им заполнение реестров в электронном виде, который они нам будут передавать для назначения и выплаты пособий работающим. Во Владимире этот проект стартует с января. Сколько уже регионов присоединились? В настоящее время в пилотном проекте работает 39 субъектов Российской Федерации. С 1 января текущего года к пилоту подсоединяется еще 11 субъектов, в том числе и наша Владимирская область. Мы опубликовали на сайте номера телефонов горячей линии, их три. И любой застрахованный, любое предприятие может позвонить и задать любые вопросы. В течение рабочего дня там дежурят наши ответственные работники и дают консультации. Алексей Яковлевич, есть какие-то популярные вопросы, которые работодатели задают в связи с переходом? Иногда работодатели задают вопросы, а можем ли мы не переходить на прямые выплаты и остаться на прежнем варианте. К сожалению, нет. Это обязательно для всех. Я думаю, что это будет в первую очередь удобно и самим работодателям, и застрахованным гражданам. Спасибо, Алексей Яковлевич. Спасибо. А я напомню, мы сегодня беседовали с управляющим региональным отделением фонда соцстрахования Алексеем Копиным. Кто лучше всех нарядил дерево? Можно ли шуметь в библиотеке и где слепить снежные фигуры? Ответы на эти вопросы владимирцы смогут найти уже в эти выходные на разных площадках города. Мои коллеги подготовили для вас афишу самых ярких событий ближайших двух дней. А я представляю ее вашему вниманию. 15 декабря в парке Дружба подведут итоги традиционного конкурса «Одень дерево». Все желающие могли изготовить необычные украшения для деревьев, растущих на центральной аллее парка. В этом году их нужно было выполнить в стиле любимых персонажей мультфильмов. В субботу лучшие работы наградят призами. Начало в 11.30. В воскресенье в Добросельском проведут развлекательную программу «Снежные забавы». Она начнется в 11 утра. В этот же день Центральный парк культуры отдыха приглашает гостей на конкурс снежных фигур «Лукоморье». Все желающие смогут слепить сказочных персонажей из снега. Начало в полдень. В это же время посетителей загородного парка ждет спортивная программа. Там проведут снежные эстафеты «Праздник мороза». Любителей театра старше 18 лет областной Дом работников искусств приглашает на моноспектакль по мотивам романа «Любовь во время холеры» Габриэля Гарсия Маркеса. Спектакль сыграет заслуженная артистка России Жанна Хрулева. Начало в 18.30. В субботу и воскресенье с 12 до 19.00 по адресу Стрелецкая, 25, пройдет спонтанный маркет. Изделия ручной работы там представят владимирские мастера. Посетители смогут приобрести керамические вязаные изделия, украшения и одежду, а также пообщаться с их создателями. Кроме того, в рамках мероприятия проведут так называемую гаражную распродажу. Когда новые вещи, которые оказались не нужны, хозяева могут выставить на продажу. В этот раз вырученные средства потратят на благотворительность. Организаторы предупреждают, вход на мероприятие свободный, однако придется переобуться в сменную обувь или теплые носки. Областная библиотека для детей и молодежи в воскресенье проведет музыкальный винегрет. Это событие – своеобразный вызов традиционному представлению о тишине в библиотечных залах. В 15.00 на Мира 51 ждут творческих читателей, которые умеют петь, танцевать или играть на музыкальных инструментах. Каждый сможет найти своего зрителя и продемонстрировать таланты. Это все, о чем мы вам успели. Сегодня рассказать еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на шестом канале. Всего доброго, хороших выходных. Синоптики прогнозируют сегодня вечером в Владимире облачную погоду, небольшой снег. Температура воздуха составит 1 градус ниже нуля. Завтра днем в областном центре будет пасмурно, выпадет снег, а столбики термометров покажут минус 1-3 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 75%. Атмосферное давление 75%. Атмосферное давление 75%. Продолжение следует...